друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетс где каждый день мы постим размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь чтобы у вас были все вводные основания дополнительные аргументы для принятия торговых решений сегодня на повестке экономического календаря в 11.30 нас ждет по gmt выступление кристин лагарта слишком часто в последнее время точнее в последние дни чиновники пытаются повлиять на ситуацию которая происходит с европейской валюта но и понятно потому что валится все что ассоциируется с риском сейчас и если не предпринимать какие-то усилия по контролю обменного курса я думаю что падение будет своего рода свободным как это мы могли наблюдать в последние две торговые сессии если брать в расчета пятницу и понедельник отношение британской валюты и кстати говоря до сих пор банк англии не признался что он вмешался вот этот стремительный обвал когда пара а буквально за считанные минуты в понедельник потеряла больше полтысячи пунктов достигла отметки 1.03 после чего последовал выкуп до уровня 1.0750 примерно рядом с этим значением пара на котируется сейчас я думаю вы со мной согласитесь что такого рода коррекция не может быть исключительно основаны на технической природе скорее всего было вмешательство непосредственно британского регулятора через проведение валютных интервенций но нужно чтобы прошло какое-то время пару недель и тогда может быть банк англии отчитается о проделанной работе по стабилизации курса да и в принципе что критиковать британские регуляторы мы прекрасно понимаем что в принципе центральные банки и должны следить за стабильностью курса национальной валюты и был уже прецедент с такого рода вмешательством буквально на прошлой неделе когда с интервенциями на рынок вышло министерство финансов фокус в копе с действиями на центрального банка на японии ну ладно давайте вернемся к тем фундаментальным событий которые мы сегодня ждем кристина лагард и его выступление станет ли она настолько значительным и влиятельным на курс евро что мы увидим серьезный разворот я думаю что пока что о развороте европейской валюты говорить еще слишком рано но при этом я хочу подсветить друзья вам что мы в шортах именно сколько раз заходили делали цели перезаходили в эти инструменты я позначал тенденцию того что европейская валюта останется одним из самых главных аутсайдер валютного рынка вы должны понимать что при текущем новостном фоне дорога у евро все-таки вниз но не может вот так однонаправленно пара без какого-либо контроля коррекции двигаться лишь к тем целям которые были обозначены ранее то есть 0 95 и потенциально пониже должен быть откаты и к нему вы обязаны как трейдеры которые спекулируют на том что сейчас происходит в плане новостей понимать это риск менеджмент собственно как и всегда на вас но тенденция остается нисходящей очень много плохой статистики как вы помните промышленный сектор сфера услуг значение которое лишь подтвердили что еврозона по сути уже в рецессии я думаю что это так нужно просто дождаться обновленных данных по ввп и мы поймем что последний квартал это не просто как бы пробуксовка европейской экономики нет это уже серьезный откат назад потому что по опять же промышленности и сферы услуг мы видим минимальные показатели вообще за все время наблюдения за статистикой бизнес сейчас очень сильно переживает за перебои с поставками энергоресурсов потому что понимает что если они возникнут то не избежать нормирования распределение этих ресурсов предстоящей осенью и зимой и конечно же при таком развитии событий деловой активности промышленности восстановить в принципе не удастся бизнеса оптимизм айфо который вышел накануне мы готовились к слабым цифрам они оказались худшими также за все время наблюдения за статистик исторический минимум 84 и 3 88 и 5 укрепление позиции американского доллара и еще не готовность европейского центрального банка сделать что-то прям действительно стоящее чтобы остановить обвал евро то есть и cbf последние дни даже не намекнула нам о возможности например какого-нибудь экстренного заседания в ходе которого может быть дополнительно повышена процентная ставка это говорит о том что и cb сохраняет вот этот исключительно консервативный статус и думать что все разрешится и наладится само собой поэтому общая тенденция на рынке в отношении на валютном рынке и в отношении пары евро доллар останется нисходящей я думаю что мы доберемся до прям совсем уж глубокой цели на отметке 0 95 следующий важный отчет за которым мы будем следить в первом случае это было выступление лагард сейчас это уже макроэкономический релиз в 12.30 по gmt выйдут данные по заказам товара длительного пользования я думаю что опыт который у нас есть в плане анализа американской статистики в последние недели просто позволяет нам предположить что эти цифры тоже не разочаруют вспомните последние релизы пятничные по индексу на производственной активности pmi были хорошие цифры сильный отчет в частности рост индекса pmi со 51 5 до 51 и 8 сферу слуха тоже скачок с 43 и 7 до 49 и 2 и фактически мы увидели уровни и значения уже соответствующие зоне восстановления и это при том что он доллар и так баловине опять же всего что сейчас происходит на рынке это жесткая монетарная политика американского регулятора это бесконтрольный рост заходности американских облигаций это его защитный статус который делает его самому востребованным активом на финансовых рынках отсюда и текущие котировки по индексу доллара 113 61 все уже верят то что будет дальше тест сопротивления 115 я верю то что друзья индекс доллара будет и дороже но при этом я понимаю что если сегодня иных с доллара даст коррекционный откат для меня это не будет новостью потому что это также естественно сейчас для рынка как и наверное прогнозирует дальнейшее укрепление с учетом того новостного фона который сложился временная инициатива может пересек продавца но это не значит то что изменится тенденция на более низкие уровни для тех кто ранее промешкал а будет там отличной возможностью не повторить ошибку вновь и все-таки присмотреться к горизонту дальнейшего роста этого инструмента доллар иена 144 45 друзья очень интересная ситуация по паре доллар иена потому что на прошлой неделе как я отметил банк японии провел валютную интервенцию это сбросило курса с отметки 145 до уровня 140 но потом быстро стали снова покупать доллар и в итоге мне сейчас вернулись к тем же самым уровнем которые были но почти тем тем же уровнем который мы наблюдали до начала валютной интервенции что будет делать банк японии дальше очень хороший вопрос есть уже предварительная информация от рейтерс что на интервенцию прошлой неделе банк японии потратил почти 25 миллиардов долларов это в разы существенно больше чем думаю я и это конечно же существенно больше чем те расходы которые нес на эти интервенции японский регулятор в далеком 1998 году уж не уверен что банк японии решится снова выйти на рынок но возможно ему придется это сделать и можно предположить что где-то вот в диапазоне от а 145 и выше эти интервенции могут последовать и снова поэтому тем кто любит такого рода фундаментальный фон готовится каким-то событием точным таким триггером для мощных движений может быть друзья будет от не лишним выше 145 уже присматриваться к продажам как раз в расчете на то что на рынок выйдет японский регулятор проведет интервенцию и сбросит курс еще на несколько фигур а вниз но нужно на также признать что эти интервенции такая не такие уж и эффективные потому что курса в принципе вернулся к тем рекордным а уровнем на которых и был но это не значит то что не нужно пытаться на влиять на какое-то направленное ослабление курса национальной валюты вот друг по другим финансовым активом американский фондовый рынок s&p 500 3695 пунктов я по-прежнему сторонник того что мы увидим значение еще к ниже золото как я ранее отмечал я все-таки взял покупку сейчас котировки 1632 доллара за тройскую унцию и признаю что это минимальное значение за два с половиной года но логика по которой я купил золото была вам озвучена я сделал большую ставку на геополитику которая может привести к серьезному росту причем внезапному этого инструмента друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока